Всем привет! А вы знали, что на ваших смартфонах есть негативные настройки, которые не очень хорошо влияют на вашу конфиденциальность. Имеется в виду сбор личной информации, которой вы пользуетесь на своих смартфонах, она может куда-то передаваться. И что с ней делают без вашего ведома, абсолютно никто не знает. Я думаю, что мало кто захочет, чтобы в его телефоне не копались, потому что все мы сохраняем важные для нас файлы в нем. Кто-то фотографирует на телефон важные данные, которые касаются личной информации, банковских операций, ну и тому подобное. Сейчас я вам покажу некоторые настройки, которые я бы отключил еще при самой покупке телефона. Можете, конечно, перепроверить у себя. Если вы ранее не делали таких настроек, то уже, я думаю, пора задуматься, чтобы их сделать. Поддерживаем видео лайком, подписываемся на канал и, конечно же, делимся с друзьями. Итак, для этого нам нужно воспользоваться нашими стандартными настройками и найти такой пункт, который называется «Пароли и безопасность». То есть там, где вы выставляете отпечаток пальца, пароли разблокировки, ну и тому подобное. Вот, заходим сюда и немножко ниже листаем и находим доступ к личным данным. Если у вас каким-то образом отличается меню, я думаю, что вы с легкостью можете найти через поиск настроек. На каждом телефоне такое есть. Заходим в доступ к личным данным и здесь мы видим определенный список приложений, которые присутствуют с вот этим допуском. На некоторых телефонах будет список идентичный, как у меня. На некоторых больше, на некоторых меньше. Потому я покажу некоторые стандартные, которые 100% я бы отключил. Ну а вы дальше уже смотрите сами по обстоятельствам. Если вы лично считаете, что какое-то из приложений не должно получать вот такой доступ, то, конечно же, смело отключаем. Смотрите, первое, что бросается в глаза, это системное приложение под названием MSA. Оно в основном ответственно за рекламу. То есть, закачка рекламы во все приложения ваши, даже воспроизведение офлайн. Да, конечно, если вы его отключите, то реклама полностью не исчезнет. Но смысл в том, что оно получает все ваши личные данные. Ну и на основе этого, скорее всего, вы видите разную рекламу тех товаров, которыми вы интересовались в браузерах, либо элементарно в YouTube или еще в каком-то приложении. В общем, вот это, конечно же, отключаем. Смотрите, отключение идет своеобразно. Вот я нажал, идет отзыв разрешения. Здесь нужно дожидаться 9 секунд и только потом нажимать «Отозвать». Вот эти все настройки, которые я здесь буду показывать, вот, их реально тяжело отключать. У кого-то будет получаться с первого раза, у кого-то нет. Смотрите, разрешение успешно отозвано. Вот, отозвали. А бывает такое, что производители не хотят расставаться с информацией вашей, с вашего телефона, которую они уже насобирали. Просто навсего не дают сразу же отзывать вот такое разрешение. Вот, смотрите, допустим, отчет. Отчет вообще собирает очень много информации, практически всю информацию на телефоне. И вот, как раз-таки, в большинстве случаев его тяжело отзывать. Ну, сейчас попробуем. Нажимаем «Отозвать». Вот. Ну, у меня сейчас успешно произошло. Но бывало такое, что по 5, по 7, по 8 раз нужно было нажимать и выбивало ошибку. Кстати, напишите в комментариях, с какого раза у вас получилось отзывать определенные приложения. MIUI Daymon. Это тоже оно ответственное за рекламу. Они как бы работают в паре с MSA. Некоторые ответственные за браузеры. В общем, тоже, конечно же, отзываем. Вот эти бесполезные приложения. Кто пользуется ADB, LADB, программами, которые удаляют системные приложения, то, в принципе, некоторые их полностью уничтожают. Вот. Тоже нажимаем «Отзыв». И все нормально у нас пока проходит. Из этого списка, который вы сейчас видите, вот есть еще стандартный проигрыватель. Ну, не знаю. Вот посмотрите у себя, какой у вас. Допустим, у меня Mi Video. Я не пойму, зачем доступ к личным данным конкретно какому-то проигрывателю. Ну, я у себя, конечно, отзыв разрешения тоже делаю. Потому что, ну, кроме того, что видео должно проигрываться, получать какую-то личную информацию, которую я бы не хотел отдавать, это бессмысленно. Вот. Ну, в принципе, все у нас получилось. Теперь дальше я вам показываю еще некоторые настройки, которые желательно перепроверить, чтобы себя обезопасить. Пока выходим, чтобы вы не запутались, заходим в наши стандартные настройки. И здесь находим такой пункт, который называется «Цифровое благополучие и родительский контроль». Я думаю, что у многих он присутствует. Смотрите, он, в принципе, ничего такого не делает, но в нем вшит блок, который следит за каждым приложением, за каждым шагом. То есть, что вы реально делаете в определенном приложении. Вот вы заходили там в телефон, в другие там в YouTube были, 13 уведомлений получили, 7 разблокировок, ну и так далее. И вот это все постоянно анализируется, собирается вот эта информация, непонятно, куда она девается. А сами инструменты цифрового благополучия, они вот здесь ниже, то есть, они никакого отношения к вот этому не имеют. В общем, смотрите, как мы избавляемся от вот этого блока. Нам нужно нажать на три точки, здесь управление данными, здесь, смотрите, использование телефона за день. Вот. Мы отключаем вот этот флажок. Смотрите, здесь написано, что информация все-таки куда-то передается на их сервера. Еще будет 24 часа храниться после удаления. Потому здесь нажимаем закрыть доступ в настройках. Дальше подружается вот такое меню. И здесь важно найти цифровое благополучие. Вот оно. Мы нажимаем сюда. И вот разрешить доступ. Мы должны отключить. Кстати, почитайте, что эта настройка также определяет оператора сети, язык и другие параметры. Ну, другие параметры, это, если честно, можно отнести вообще ко всему телефону. В общем, выключаем. Возвращаемся стрелочкой назад. Еще раз стрелочку назад. Еще назад. И смотрите, вот мы попали в цифровое благополучие. Оно у нас прекрасно работает. Если вы ним пользуетесь, можете и дальше пользоваться. Но вот этого блока уже нет. Он уже пропал. Это нам и нужно было. Дальше показываю еще важную настройку, которую я бы сделал, отключил и больше никогда не включал. Смотрите. Возвращаемся. Нам нужно воспользоваться Google Play Market. Вот мы заходим. И вот здесь нажимаем на свою аватарку или аккаунт. Обычно внизу находится справка отзыв. Знак вопроса такой. Нажимаем сюда. Дальше подружается вот такое меню. Оно во всех, скорее всего, будет разное. Вот эти надписи все. Поэтому ищем поиск по справке с линзой. И вот здесь в поиске пишем удалить. Удалять мы ничего не будем. Просто нужно зайти на определенные настройки. Нам находит строчку, как удалить приложение с устройства Android. Нажимаем. Смотрите. Сразу же ищем. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений. Если вы вдруг пользуетесь темной темой, временно переходим на светлую. Потому что будет выбивать ошибку. Нажимаем. Дальше мы попадаем во все приложения. Здесь нажимаем кнопочку еще. Показать системные процессы. На ваших телефонах есть в стандартных настройках такие пункты, которые называются все приложения. Ну и вы там тоже их видите. Но там очень сильно ограниченный функционал. И вы там не сможете сделать то, что сделаете здесь. Единственный минус, что здесь нет поиска. В общем, внимательно нужно поискать здесь и найти по алфавиту. Вот. Очень интересное приложение наподобие отчета, которое делает практически все то же самое и даже больше. На работу телефона это никак не повлияет. Ну а вы, конечно же, будете чувствовать себя безопаснее. Вот. Находите такое приложение, которое называется Analytics. Вот оно. Заходим. Элементарно зайдем в разрешение. И смотрите, разрешено контактом определять ваше местоположение. Полностью доступ к телефону. То есть это может быть какая-то прослушка и тому подобное. В общем, в принципе, полностью контроль над вашим смартфоном. А если вы зайдете еще троеточие и все разрешения, то вы просто будете в шоке. Здесь такой большой список, что ни в коем случае такое нельзя допускать, чтобы было на вашем телефоне. В общем, в любом случае, все, что здесь разрешено, запрещайте. Вот. Запретить. Запретить. То есть любые разрешения полностью запрещаем. Дальше, смотрите. Кстати, нас здесь предупреждают, что вот для защиты ваших данных мы отзовем разрешение. Но так как это приложение постоянно в работе, то это, скорее всего, никогда не случится, пока вы самостоятельно не зайдете и вот это не уберете. Дальше нам нужно почистить хранилище и кэш, если есть что-то очищать, чтобы очистить ошибки и временные файлы, которые насобирались. Считание и производительность, кстати, смотрите, без ограничений стоит. Вот проверьте у себя. Напишите, у кого стояло тоже без ограничений. Напишите в комментариях. А если стоит без ограничений, то это очень сильно расходует заряд батареи. В общем, обязательно ставим ограничено. Ну и дальше, самое последнее действие, это просто нажать остановить. И принудительно останавливаем.